Проверить спецсигнал, рацию и двигатели. Байотигенов, словно пациента, осматривает нового помощника. Машины скорой помощи оснащены системой GPS-навигации. Это поможет водителю быстрее сориентироваться на местности, а врачам спасти человеческую жизнь. Еще одна особенность – авто расходует мало топлива. Теперь будем работать в ускоренном ритме. Машины новые, удобные. Самое главное, что срок эксплуатации долгий. Внутри кондиционер, система охлаждения. Мы рады, что выделили такие машины. Акиму области торжественно вручают включу от машин сотрудникам скорой помощи. 11 из этих авто уедут в разные районы. У нас машины всегда были, но они же стареют, потому что они же до 4 часа в сутки ездят без передышку. Поэтому у них изношенность такая быстрая. Поэтому у нас были машины изношенные. Вот сегодня взяли 19 машин, все рады, весь коллектив доволен. Я думаю, это будет большой стимул для дальнейшей нашей работы. Как таковой нехватки спецтранспорта раньше не было. Была проблема в оснащении спецтранспорта. Новые машины медики сравнивают с мини-больницей только на колесах. Это кислородный дозиметр, здесь у нас тумба для лекарств. Если пациенту требуется скорейшее вмешательство хирурга, мы даже можем сделать здесь операцию. Но, надеюсь, до такого не дойдет. Не обошли стороной и работников скорой помощи. Ким пообещал отправить их на обучение в Анталию. Давайте сделаем так. Отправим на повышение квалификации наших медиков в Анталию и в Китай. Сразу после вручения транспорта все бригады скорой медицинской помощи отправились к пациентам. Шудин Саедов Марат Давлетов, Ербом Ахашев, информационная служба телекомпании ОТРА. Шудин Саедов Марат Давлетов, Ербом Ахашев.